Всем привет! Я тут вышла на финальную стадию изготовления на лупцов и решила взять вас с собой в компанию. А тут у меня рис, там внизу, рис, жареная с луком морковка, зелень чеснока. И теперь я хочу сюда добавить фарш. Это фарш из оленины, который мы... Нет, мы не с вами... Нет, по-моему, с вами я покупала. Или это мне? А, нет, нет, нет. Это я заказывала на продуктовый заказ и мне привезли. Знаете, очень интересно после всяких моих шоппингов, ну или покупок, читать комментарии. Типа, ой, мне этого хватит на месяц. А я всегда хочу спросить в таком случае, что если вы так кушаете, как это, знаете, дюймовочка, ползернышка. Так, извините, что вы тогда пишете, что вам не хватает денег? Так, это я ищу чайную ложку, ага, вот она, чтобы отмерить соли. Так, что вы тогда пишете, что вам там денег не хватает на что-то? Не хватает там пенсии или еще что-то? Извините. А, еще мне хочется спросить, что вы так питаетесь? То есть, в последнем моем заказе были апельсины, там, два арбуза, лук, что там еще была? Морковка, а потом, что там, капуста была. Пять картошек, четыре морковки. Так, насыплю чайную ложку сюда. И я все хочу спросить, что вам этого хватит на месяц? То вы хорошо живете. Мне такого на месяц не хватит, это точно. А те упаковки, которые я показываю, допустим, там, мясо или это. Ну, таким людям надо хотя бы обращать внимание, сколько там вес. А там вес, вот, полкилограмма. Или там, а что там еще было у меня? А, эти кебабсы, там, в которых вес 300 грамм. То есть, вы так кушаете? Да, я вам завидую, если вы так кушаете. На месяц, а, копченый, а, копченый сэмон был. Там его 180 грамм. Пачка, что-то была, упаковка мороженого. Очень я вам завидую, если вы так кушаете. И вам этого хватит на месяц. По-моему, не все обращают внимание, что у меня там нету килограммами этого, сейчас скажу, как оно. Круп всяких, вермишелей. Нету мешками картошки. Вот одна зрительница написала, что у нее на месяц уходит 10 килограмм муки. Человек, значит, делает очень много. А это я добавлю сюда воды, потому что рис у меня, я его не варила. Я его просто залила. Горячей водой он постоял. Ну, так, захотелось мне этот раз. Иногда я чуть-чуть провариваю его. Так вот, она написала, что у нее уходит 10 килограмм муки в месяц. Ну, может, семья большая. Там часто пекут что-то. А у меня уходит килограмм муки в год, в лучшем случае. И то, что-нибудь заведется, я это потом выброшу со спокойной совестью. Вы знаете, вот это вот люди, которые так пишут. Ну, я не верю, что они так питаются. Потому что... А, еще хочется спросить, а вы эти моющие, которые там у меня были в заказе, то есть для... Этот, чиф был, потом там зубная паста прокладкивает. Вы это тоже кушаете? Вам этого тоже хватает? То есть, понимаете, это я как бы спрашиваю довольно ехидно, потому что меня это, в конце концов, начинает, если не смешить, то в какой-то степени даже удивлять. Одна написала женщина, что я пью растительное масло бутылками, а ей полбутылки хватает на... то ли на год, то ли на полгода. Так вот, когда человек такое пишет, ну, если это правда, то я хочу заметить, значит, этот человек кушать не готовит. Это первое. Потому что, если ты готовишь зеленый салат так часто, допустим, как я готовлю, да, там день через день у меня зеленый салат, то тебе полбутылочки на очень долго не хватит. Это точно. Потому что, даже если ты будешь лить только по ложечке, по ложечке туда, то есть 20, там, миллилитров, то за 10 дней у тебя уйдет стакан растительного масла. А что там в бутылке полулитровой, например? Там всего этих два стакана. То как-то, знаете, это очень интересно. И потом, это первое, значит, человек не готовит. Это я первый делаю вывод. Второй. Человек покупает много готового. Такого, знаете, то, что в магазине продается из категории... Сейчас я лизну. Так, я пробую на соль. Достаточно. Значит, человек покупает готовое в магазине. А что готовое? А вот то, что нужно взять, только из коробочки вытащить и выпекать. А там, оно, знаете, я покупаю такое крайне редко. Крайне редко. Ну, когда же там что-то там сильно, мне чего-то такого захочется, куплю. А потом думаю, зачем я это купила? А оно там бывает либо в крошках таких же, либо еще что-то. Это второе. Третье. 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 Человек использует другие виды жира. Другие виды жира. Как то? Как то другие виды жира. Как то? Сало. Маргарин. Масло сливочное. А я этого не использую. Я не использую сало. Я не использую практически масло сливочное. Которое у меня уходит вот полкилограмма. Это точно будет полгода, а то и год. Я его использую иногда 25 грамм, чтобы смазать филотесто. А так я его не ем и никуда не добавляю. Поэтому маргарины тем более никакие не использую. Поэтому у меня, знаете, сразу такое складывается впечатление, что человек этот... Как бы он не анализирует, что этот человек ест. Либо этот человек врет. Врет. И хочет показать, что она питается, знаете, ну вот как я уже сказала, это... Что там? Дюймовочка. Которая там съела ползернышки и сказала, я уже наелась. Нет. От того, что я купила с таким большим шоппингом, конечно, там много пакетов. А что там было? Багет, там даже хлеба не было. Там не было ни крупы, ни вермишели. Практически не было картошки. Там были одни овощи. И вот апельсинки. Ага. Много вы на них проживете месяц. Поэтому как бы люди... Да это я знаю, знаете, я знаю сто раз. Что люди, извините, смотрят в книгу, а видят то, то, другое. Потому что человек смотрит, во-первых, он не слушает, что ты говоришь. Вот, например, вот простой пример. Вот я показывала, как я готовила капустня. И тут же женщина пишет мне вопрос. А вы лаврушку не кладете? То есть как человек смотрел? Я на столе показала, вот лавровый лист, который я добавляю. Потом я показала, как я его бросаю в кастрюлю. Значит, я делаю вывод. Либо человек не смотрел видео. Либо, когда смотрела видео, отвлеклась куда-то. Что-то еще там делала. Вообще не знаю. И потом пишет мне такой вопрос. Ну, ага, мне так это интересно. А я вижу, что вы как бы пересмотрите видео. И тогда, ну, такой вопрос, он отпадет сам по себе. Так, я хочу вот эти листья как бы немножечко разложить тут. Чтобы как-то угадать. В каждое одинаковое практически количество. Ну, не знаю, получится у меня это или нет. Знаете, комментарии это очень интересная вещь. Они очень много рассказывают о человеке. Я не говорю про этих, как они там называются, хейтеров. Хейтеры это эти, которые пишут тебе, ну, там всякие гадости. Это хейтер, это от слова hate. Английское слово hate ненавидеть. Ну, то есть, как бы если перевести ненавистники. Ну, это это, категория неудачников, которые сами ничего не могут сделать. И поэтому они только приходят для того, чтобы обгадить там какого-то блогера. Это понятно. Ну, это, может, даже эти люди, и у меня всегда возникает вопрос. Они это делают бесплатно или все-таки за деньги? Потому что, если это делать бесплатно, так на кое, извините, это я бы делала это бесплатно. Ну, как бы так зло берет такое писать бесплатно. Значит, человек не приходит посмотреть, получить какое-то удовольствие от того, что ему что-то нравится. А он делает это за деньги. За три копейки. Так, сколько же у меня тут должно получиться, голубцов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я люблю сделать такой, знаете, чтобы если уже так съел, так съел, чтобы это чувствовалось, что ты это ешь. Так, теперь я пораскладываю фарш на листья. Так вот, очень, очень такое интересно читать. Ну, это, знаете, это всем блогерам интересно читать. Потому что всем блогерам такое пишут. Ой, а тому блогеру, который сам был, которого я всегда вспоминаю. Боже мой, что там ему только не пишут про его бедную мать. Нормальная такая тетка классная. Такая. Очень, она хоть и русского происхождения, но она украинка. Знаете, по, как сказать, по своему менталитету, по, вообще, по своим понятиям и по своему поведению. Ой, боже мой, что там только про нее не пишут. Причем люди пишут такое, ну, не знаю, кто это пишет. Такое пишут, что там. Я такое близко не вижу на видео. А еще люди делают очень интересные видео. Ой, не видео, выводы, выводы. Ну, например. То есть, если у тебя так получается, поскольку, в общем-то, это я не рецепт вам рассказываю. А, эти, голубцов. А просто, так сказать, обзор. А, вот, обзор комментариев. Обзор комментариев. А мне пишут, вот вы там готовите в белой блузке, вы что, не любите фартук? Ой, ну, я не знаю, как такому человеку объяснить. Знаете, я вот каждый раз пытаюсь объяснить, что товарищи, вот это то, что вы смотрите сейчас, вот то, что вы смотрите сейчас, да? Так, капусту я в микроволновке, я ее не провариваю в воде, я ее в микроволновке держу там 6-7 минут, потом листья снимаются вот так очень неплохо. Но сама капуста не вареная получается, такая на вкус. Вот. Так вот я возвращаюсь. Значит, я всегда пытаюсь объяснить, что вы смотрите вот сейчас, это кино. Это кино. Звуковое, цветное кино из жизни меня, Люблинской Ирины. Понимаете? Вот. И то, как вы видите меня, то, как вы видите меня, ну, оно, значит, это все, конечно, такое так и есть. Но вот я сама выгляжу не так, как я хожу дома. Это однозначно, тем более летом. Может, зимой еще туда-сюда. Но вы же понимаете, что у всех блогеров есть то, что я называю концертный костюм. Потому что недалеко перед тем, как включить камеру, я ходила, знаете, вообще один только сарафан такой, вот тот, что я купила в H&M белый, да, там есть видео, где я его купила за 30 долларов. То есть я хотела только этот сарафан и больше ничего на мне. Ничего под сарафаном. Потому что жарко. Потому что мне так удобно. Ну, если я буду так снимать видео, как я хожу на самом деле, будете падать в обморок. Я не хочу, чтобы вы падали в обморок. То есть, ну, человек, как-то люди, я не знаю, они привыкли так это воспринимать, вот как будто им тут вот прям... Как будто им так показывают, знаете, вот, ну, вот прям документальное кино, и которое там, оно вообще вот так вот, вот только так, значит, этот... Так. Так, листик не очень хочет заворачиваться, ну, ничего, я его в кастрюльке там определю. Так, так что это вы человеку показывает такое, как бы, кино? И что вот это вот сугубо документальное, сугубо нет. Нет никакого различия. Очень большие различия. Очень многие блогеры, вот такие, как я, ну, женщины, они говорят, ну, и так это, видео снимать, прежде чем снять видео, нужно, во-первых, пойти причесаться, привести себя в нормальный вид, одеться, нанести грим, если людям надо какой-то грим на лице, мне не надо, я только губы крашу. Вы же должны понимать, я же не хожу с накрашенными губами дома. А на видео нельзя быть без накрашенных губ. Если ты будешь на видео совсем без накрашенных губ, то у тебя выносит черное, черное тут. Ну, так, так, камера пока. Поэтому всегда представляйте, что, как бы, ну, не совсем, не совсем здесь то, что вы можете себе представить на самом деле. Вот. Кино. Я все время пытаюсь объяснить, что никакое видео, это не есть там, ну, если за исключением, там показывают что-то такое, которое снимается именно действительно, там, какие-то факты, события, которые, вот, снимается там, ну, не знаю, какой-нибудь протест или еще что-нибудь. И то, и то я на все, я все видео, все видео, которые в Ютьюбе, я очень отношусь скептически. Особенно те видео, на которых показано какое-нибудь там спасение, какой-нибудь собачки или там еще что-нибудь. Это все постановочные видео, это надо понимать. Я помню, когда это только началось, давненько, давненько, и было такое интересное видео, значит, две девушки стоят на берегу, ну, такой пологий спуск, две девушки, ну, типа такие, девушки типа, я не знаю, Бразилия, не Бразилия, ну, что-то такое. Они так стоят, и одна снимает, а другая так такая, сумочка такая красивая, так, подходит, подходит, вот, к этому, к обрезу воды, так, подходит, подходит, такая веселая, а это ее так снимает, 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 раз, из воды выскакивает такой крокодил с такой пастью, и эту девушку хватает, и туда в воду. А эта, которая снимает, она не бежит сюда, ее спасает, она снимает, снимает, а я это посмотрела, ой, это было там, много лет назад, давно. А я когда посмотрела, а потом там, да, как-то с дочерью разговариваю, приехала, по-моему, к ним разговариваю, рассказываю, и говорю ей, ты представляешь, я говорю, какое, как это, я говорю, девушку снимали, а ее утащили под воду. А моя дочь посмеялась и говорит, да, это постановочные видео, постановочные, вот, поэтому, когда вы смотрите YouTube, то помните о том, что очень много видео постановочных, и поэтому, как бы, старайтесь относиться к этому, ну, так, максимально, как кино, кино, это кино, самое обыкновенное кино, вот. Ну, только снятое, знаете, непрофессионалами. Ну, хочу заметить, что иногда кино, которое снято непрофессионалами, смотрится интереснее, чем профессионалами. Это, знаете, мы, вот я, как бы, ну, сейчас же можно в Википедии прочитать, в общем-то, про любого нашего, там, из наших любимых, там, старых киноартистов, и ты идешь туда, читаешь и смотришь их фильмографию. А там, боже мой, снималось там 50 фильмов, 100 фильмов, а я думаю, я читаю названия и думаю, что это за названия, даже названий таких не слышала фильмов. А это вот те фильмы, которые, как бы, не стоили доброго слова, и которые-то снять-то сняли, а показывать их потом не показывали. Они там лежали где-нибудь на полке. А потом их вот достали там. Можно в Ютьюбе, можно в Ютьюбе очень много таких фильмов сейчас найти. И там так смотришь, боже мой, как эти наши любимые артисты, которых мы так любили, что же они так плохо играют в этих фильмах. Ага, потому что такие фильмы были. Потому что мы смотрели такие фильмы, которые были, знаете, там, где они играли, там, где... Я вспомнила, когда-то я читала интервью Нонны Мордюковой, и она сказала, что она в каком-то фильме, я уже не помню, в каком там фильме, конечно, что ей пришлось сниматься в воде. Она там что-то делала в воде. И ей пришлось, а это был октябрь, и ей пришлось 17 раз переснимать. 17 раз. Почему? А потому что режиссер, знаете, хотел добиться того, чего он хотел добиться. Ну, в принципе, этого, знаете, как Станиславский. Верю, не верю. И я подумала, вот, почему были хорошие такие фильмы у нас, которые очень многие любят смотреть старые фильмы. Это зависело от режиссеров. Потому что режиссер добивался того, что фильм становился такой интересный. Ну, а артисты, артисты играли хорошо, жизнь заставляли режиссеры. Так, я свои голубцы буду делать в этой, как она там называется, в мультиварке. Так, я вот этот зеленый чеснок срезала целый сноб на балконе. Конца и края ему нету. Я половину его порезала в голубцы туда, внутрь. А половину я вот сейчас смешаю с соусом. Соус я приготовила. Соус у меня такой, знаете, томатно-сметанный. Я как-то раньше, моя мама никогда не делала томатно-сметанный. Мама делала просто, просто такой томатный соус. Ну, а мне нравится томатно-сметанный. Я начала делать такой томатно-сметанный. Сейчас я эти голубцы сюда помещу. Так, я их буду помещать вот таким вот образом. Я вам покажу, как. Да, может, кому-то это, знаете, тоже будет интересно. То есть, я их ставлю так вертикально. Ну, чтобы они, в общем-то, все из них находились практически в одинаковых условиях. Ну, хотя некоторые, которые там к стеночке, они, может быть, как бы в одних немножко условиях. А те, которые в серединке, в других условиях. Тут самое главное, чтобы они все установились. И не очень хотели развернуться. А вот этот хочет развернуться. Так что, возвращаюсь к тому, что вы смотрите. Помните, да, что вам показывают кино. И что блогеры дома ходят. Не так одетые, как вы их видите. Некоторые ходят так. Знаете, мужчинам хорошо. Я вот мужчинам завидую. Мужчинам там не надо особо никакого макияжа. Ну, там расчесался, причесался. И так хорошо. А я, конечно, так не хожу, потому что, ну, если вы видите сейчас, то лицо у меня уже прямо все и покраснело от жары. Ну, потому что, ой, недостаток функции щитовидки, он дает непереносимость жары. Так написано в этой, как она, в Советской энциклопедии. В Большой Советской энциклопедии. Поэтому мне очень жарко. Теперь, что я сделаю. Сейчас я покажу вам, какой у меня соус. А, нет, я сначала покажу, как я голубцы поставила. Вот так вот я, голубцы их, я их так поставила. Ой, как хорошо, я так люблю голубцы. Это, знаете, мне такое классное блюдо. Так, а вот это такой мне соус. Ой, я специально сделала много, целую сковородку. Его. Чтоб хорошо покрывало. Я так люблю голубцы. Это единственное блюдо, которое я могу, вот я его приготовила, и я могу его есть ежедневно. Вот если какое-то блюдо я приготовила другое, то я его не ем ежедневно. Я так не люблю. А вот голубцы я могу есть ежедневно. Так, теперь я еще хочу, надо было, наверное, в соус насыпать. Это у меня, это, как она, скажите, тмин. Тмин. Сейчас я его вот так вот в своей такой замечательной ступке разотру и высыплю туда. Так, надо было, нет, я потом включу нагрев. Посыпала туда. Так, немножечко вилочкой все равно так провалится туда. Да, надо, наверное, это, знаете, я по привычке, как лавровый листик, я раньше добавляла лавровый листик, а теперь нет. И поэтому надо, наверное, просто в соус было высыпать. Ну, ничего, ничего. Человек на своих ошибках учится, правильно? Теперь я эту кастрюльку беру и в свою мультиварочку. Ой, как я люблю свою мультиварочку. Как это замечательно и почему я раньше этого не знала. Так, мультиварочка, нажимаем. Так, а что мы нажимаем? Мне надо нажать на то, что я хочу делать. Так, надо закрыть крышку сначала. Закрыть крышку. Жарить я не буду, поэтому нагрев мне в ней нажимать не надо. Так, а что я хотела? Я хотела, как бы, вот этот соус полить еще сверху на те, которые не попало немножко. Вот так вот тут парочку. В общем, нормально. Перемешается. Так, значит, теперь я накрываю крышечкой. Так, клапан поставить вот так вот. Где тут крышечка? Так. Так, накрыла. Клапан поставила. И теперь нажимаю мид, это мясо. 35 минут. И старт. Абра-швабра-кадабра. Готовься. Теперь оно будет нагреваться. И потом получатся голубцы. Ну, а вам спасибо, что вы мне помогли. Знаете, вот это вот так как бы не скучно, не скучно что-то делать. Предлагаю каждому завести свой блог. И на этом блоге рассказывать, что вы делаете. И как вы делаете. А мне так жарко, знаете, сейчас мы иду в душ. Ну, а потом, когда они приготовятся, ну, я подумаю. Может, я сниму и покажу, какие они внутри. И как я их ням-ням-ням-ням-ням-ням кушаю. Ну, а потом. Спасибо. Ну, а потом.